приветствую вас аноним давайте разберем ваш вопрос то что вы описываете конечно очень противоречиво с разных сторон вы как будто бы боитесь сближаться по моим ощущениям как будто бы вы боитесь сближаться с мужчиной и как будто бы вы опасаетесь что вам сделает больно хотя вы говорите что опыта отношений у вас нет и вам приятно его прикосновить с другой стороны ситуация может быть связана с тем что вы чувствуете себя должным к человеку так вот так вот тоже частенько бывает если в отношениях партнер чувствует себя должным вот то возникают что возникают что трудности могут точнее могут возникнуть трудности в вашем случае вот трудности трудности возникли когда вы судя по всему то ли боитесь навязываться человеку да вот то ли что-то еще здесь вот ну такой нюанс такой момент имеет место быть как мне кажется вот вы тревожны вне всякого сомнения вы тревожны тревога это такое болезненное достаточное ощущение своей недовесущенности болезненное такое достаточное чувство уязвимости болезненное достаточно чувство угрозы вот и соответственно и возможность расслабиться вот в том числе может быть связано с определенными требованиями ну вашими требованиями к себя вот то есть вот что вы что вы от себя в целом требовать может быть вы требуете не в коем случае человека не убедить, вот, может быть, вы требуете от себя, чтобы всё было серьёзно, потому что вы говорите, что без любви как-то неудобно, вот, очень это похоже на установку определённо, причём, установку такую достаточно деструктивную, вот, то есть ощущение, что, ну, чувство, что вы делаете что-то постыдное, чувство, что вы делаете что-то такое, вот, прям, прям плохое, хотя на самом деле ничего такого ужасного вы не делаете, то есть просто встречаясь с человеком и всё, ну, я думаю, что вы сами это знаете, ну, то, что вас это беспокоит, то, что вы, 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 вот, как бы, там, так вот, в таком, можно сказать, ну, вот, противоречия находитесь, это, конечно, показатель, вот, показатель в первую очередь вашего внутреннего конфликта. С другой стороны, с другой стороны, есть важный момент, на мой взгляд, на который вам надо обратить своё внимание, на то, что вы очень сильно хотите ему написать, вплоть до ломки. И, я думаю, что здесь можно говорить о наличии у вас любовной независимости, возможно. Вот вы и говорите, говорите, что человека не любите, вот, как, как мы уже его не рассматриваете, не рассматриваете. Несмотря на то, что вы так говорите, я разрешу себе с вами не согласиться сказать, что, вот, да, на поверхности, вот, то, что вам такие мысли приходят уже, вот, о том, что муж, о том, что он, семья и любовь, говорит о том, что, скорее всего, вам этого хочется, но, вот, вы этого боитесь. А так вам этого хочется, очень даже сил. Вот. Важно, конечно, разобрать этот момент, чего хочется и чего боитесь, потому что вы сами сами себе вмешаете. выстраивать отношения с одной, с другой стороны, выставляете себя зависимое, что тоже нехорошо. для, ну, для отношений, все вам, потому что, мужчина, он, вот, чувствует себя немножко не в своей пороге. вот. Ну, а я думаю, что, я думаю, что, чего-то, чего-то вам не хватает, вот, я думаю, что, чем-то вы нуждаетесь. Вы, вот, вы нуждаетесь, вот, достаточно сильно, но, вот, надо только, только, вот, понять, о чем вы нуждаетесь, вот. И, в результате, что-то, в результате, в результате. стыда, которым имеет место быть самым стыдом, стыд не позволяет вам вести себя естественно, хотя вы говорите, что раскрепостились, в общем-то вы говорите, что раскрепостились и раскрепостились, а вот ответственность брать за другого человека не перестала, к сожалению, и вы страдаете за этого, и в общем-то в целом человек как бы тоже страдает, вот, и тут как бы такая не очень приятная история, надо сказать. Вот, но это корректируется, вот, это корректируется, который еще не критичен, не критичен, вот, если вы хотите готовы на запоработку, то это все достаточно легко исправляться, вот, просто это чувство, которое вы говорите, вот, что это за чувство, это страх, вот, что это страх, за тех, это страх, вызов, во все времяма и т.к. восприятия, ну вот этого восприятия, я имею ввиду восприятия отношений, достаточно строго, такое, знаете как, без любви, там, никаких отношений быть не может, там, и так далее. Это строгость, но опять строгость это выучено, строгость это не важно, вот потому что, ну вам в этом, как мне видится, не комфортно, вам в этом, как мне видится, не очень нравится, вот, но тем не менее, с этими моментами можно работать, можно и нужно работать, вот, только не в таком ключе, что это за чувство, смотреть, чего хотите вы, например, ну, для человека, чего он хочет, для вас, да, чего вы хотите для себя, вот, то есть вот такие все вещи рассматривать, вот, спокойненько, спокойненько, и будет все понятно, сейчас вот вы говорите, что сходьте с ума, да, сходьте с ума, от желания ему написать, вот, хороший момент, связанный с тем, для чего вы хотите ему написать, вот, вот, ну, для чего, чтобы что вы хотите ему написать, вот, это важно для понимания себя, вот, то есть вот, чтобы лучше отдавать себе отсюда, вот, в том, что происходит, чтобы лучше, ну, опознавать, эм, свои, э, свои желания, вот, я думаю так, здесь можно вам ответить. Вот, в целом, вы делаете, я так, э, я так вот, э, полагаю, вы делаете первые, по факту, шаги, э, э, в личных отношениях, вот, и неудивительно, что делать это несколько неуверенно, вот, то есть, ну, было бы, наверное, странно, если бы у вас все получилось в первые разы, вот, ну, э, здесь важно, конечно, учитывать момент, э, ваших тревог и страх, которые могут мешать, мешать и не позволять вам быть собой, вот, к сожалению. И, э, одно от другого, нужно, необходимо, отличать отсутствие опыта, и не знание, как поступить от, э, саха и блокировки, э, э, своей, э, ну, победенческой реакции, как вот, например, когда вы говорите, что, там, я, там, не хочу сделать футбольную, ну, это, э, в большей степени про, э, это в большей степени про ответственность, вот здесь, то есть, э, ну, не разграничение, а ответственность, что здесь говорить, вот, то есть, э, ну, 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 э, личная граница вас размыт, не понимаете вы, где ответственность условно, э, ваша, да, где ответственность условно молодого человека, вот, и, э, вы берете на себя, на себя ответственность за то, за что, за что отвечает, в принципе, только он, и за что должен отвечать только он, в принципе, э, ну, получается так, что он отвечает, э, вы, вот, из чего, из чего возникает, то есть у меня apa под этим ей, э, по Fazia. он первый раз примерно на месяц, он три. двое личное world. Итак, делая какое-то вот резюме, да, подводя какой-то итог, хочется сказать следующее. С одной стороны, вам надо поработать с наценкой и тревожностью своей. Это достаточно важно, потому что это то, что вам может, в принципе, мешать двигаться вперёд по жизни. Вот. Это первое. Второе, то работать со своими желаниями. Вот. Смотреть, что вам нужно, чтобы не знать, чего хотите. Это следующий момент, чтобы не сходить с ума по мужчине. Чтобы всё-таки быть относительно с ним ненавидным. Чтобы демонстрировать свой собственный путь, а не только вот путь с ним. Вот. То есть, чтобы не попадал зависимо от этого, необходимо интересоваться вам своей жизнью. Для этого необходимо вам развивать интерес к своей жизни. Для этого необходимо развивать внутреннее ощущение, чтобы вам интересоваться чем-то важным в твоей жизни, чем-то важным и ценным для вас. Именно не для кого-то, наверное. Вот. Не для дяди какого-то. Дядя именно для вас. Вот. И... Тогда у вас будет реально шанс выстроить именно адекватные, конструктивные, максимально равнобранные естественные отношения. Вот. Это... Где... И вам... И вам, в принципе, будет хорошо, да? И делать молодому человеку... Ну, вашему молодому человеку... Будет хорошо. тоже было. Это, на мой взгляд, очень важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Вот, наверное, примерно такой ответ я мог бы отдать сейчас. Я думаю, что на момент написания вашего текста вы чувствовали себя в определенной ловушке, в определенной такой клетке, вот. Я так думаю, потому что, ну, может быть, вам не с кем было поделиться, может быть, вам некому было рассказать, не с кем посоветоваться, вот, относительно своей ситуации, вот. И, соответственно, нет возможности, выговориться, как-то нет возможности как-то проговорить все то, что вас беспокоит. Но это очень важный момент, вот, проговорить то, что меня волнуло. Потому что я все проговариваю, я это проживаю и, как бы, мои чувства идут дальше, они не застревают, я в них не застреваю. И происходит все довольно таким естественным образом, если можно так вот выразиться. Вот. Соответственно, в этом вам также, на мой взгляд, требуется помощь, потому что самостоятельно вы им, вероятно, не справитесь. Если бы справились. Если бы справились, не обращались бы вы к нам. Вот. А молодому человеку, я думаю, вы можете написать. Вот вопрос, конечно, заключается в том, что именно вы им напишите. Вот. Вопрос заключается в том, что вы хотите для него. Потому что если, к примеру, к примеру, выпишите ему для себя, желая что-то получить от него. Это не самая лучшая идея. Потому что он может вам этого не дать. Вот. И вам по-хорошему нужно быть готовым в определенной степени к разочарованию. Потому что, ну, потому что, ну, люди, ну, разочаровываются и облюбляем, что мы, или строим отношениями с образами людей, с не реальными людьми. Вот. И разочарований это было. Поэтому вам нужно, раз вы такой вот достаточно чувствительный человек, вам нужно заучиться поддержкой, если не психолога, то кого-то, кто мог бы оказать вам эту самую поддержку. Вот. И тогда у вас пройдет все относительно гладко, вот, пройдет все относительно неплохо. Без таких вот. Это будет серьезных потрясений, вот. Вот такой ответ я могу вам дать. Надеюсь, что это было интересно, надеюсь, что это было полезно. Буду благодарен. Я вам за обратную сеть по моему ответу. Да, это будет для вас возможность начать работу над собой. Вот. Хочется посылать вам всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что ситуация ваша будет разрешена. Спасибо. 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 Спасибо.